Абдулла ибн Умм Мактум Слепой человек, по поводу которого Аллах неспослал 16 аятов, которые читались и будут читаться всегда. Толкователь Корана Кто же этот человек, за которого благородный пророк, алейиссаляту ассалям, получил очень строгое и грозное порицание седьмого неба? Кто же этот человек, по поводу которого Джибриль, ангел-хранитель, передал божественное откровение в сердце благородного пророка, алейиссаляту ассалям. Этим человеком был слепой муэдзин посланника Аллаха, алейиссаляту ассалям, Абдулла ибн Умм Мактум. Абдулла ибн Умм Мактум был мекканским курайшитом, которого связывали с посланником Аллаха, алейиссаляту ассалям, узы родства. Он был сыном дяди матери правоверных Хадиджи бинт Хувайлит. Его отца звали Кайс ибн Зайд, а мать Атика бинт Абдулла. Однако она была больше известна под именем Умм Мактум, так как родила слепого сына. С зарю божественного света Абдулла ибн Умм Мактум увидел в Мекке, когда Аллах распахнул его душу навстречу вере, и он стал одним из первых мусульман. Ибн Умм Мактум пережил в Мекке все лишения мусульман, и связанные с этим страдания и жертвы, проявив достойную стойкость и самоотверженность. Так же, как и его товарищи, он терпел унижения от курайшитов, усил горечь преследований и издевательств. Но эти испытания не сломили его, не поколебали его решимости и не ослабили веры. Наоборот, всё это ещё больше укрепило его связь с религией Аллаха и книгой Аллаха, углубило его понимание и осознание законов Аллаха, сблизилось с посланником Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Абдулла ибн Умм Мактум страстно стремился к благородному пророку, алейхиссаляту вассалям, и изучению Корана. Для этого он не упускал ни одного случая или представившейся возможности. Иногда это стремление было таким сильным, что, использовав время посланника, алейхиссаляту вассалям, назначенное для него, Абдулла пытался занять и время других людей, с которыми общался пророк, саллаллаху алейхиссалям. В этот период посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, был чрезвычайно занят работой с курайшитскими правителями и знатью, всеми силами стремясь обратить их в ислам. Однажды он встретился с Удбой ибн Арабия, его братом Шайбой ибн Арабия, Амрам ибн Хишамом, прозванным Абуджахлем, Умайей ибн Халафом и Аль-Валидом ибн Аль-Мугирой, который был отцом Халида, прозванного Мечом Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, приступил к переговорам с ними, стремясь убедить их принять исламскую веру. Однако он страстно желал, чтобы правители курайшитов ответили на его призыв и прекратили чинить зло его сторонникам. В этот напряжённый момент к нему пришёл Абдулла ибн Умм Мактум с просьбой прочитать аят из книги Аллаха, а затем сказал «О посланник Аллаха, научи меня чему-нибудь из того, что ты узнал от Аллаха». Кмура, посмотрев на Абдуллу, пророк алейхиссаляту ассалям отказался и поспешил к курайшитам с надеждой убедить их принять исламскую веру. Если бы они стали мусульманами, то это подтвердило бы могущество религии Аллаха и явилось бы мощной поддержкой призыва его посланника. Закончив свою беседу с курайшитами и расставшись с ними, посланник Аллаха саллиллаху алейхиссалям отправился домой, намереваясь побыть с родными. Внезапно он почувствовал, что Аллах замутил его взор, а в голове начался какой-то стук. Затем к нему снизошло божественное откровение. Смысл? Он накмурился и отвернулся в сторону, потому что подошёл к нему слепой. Но что известно тебе? Возможно, он хочет очистить себя? Или, быть может, он будет внимать напоминанию, и оно может помочь ему? Что же касается того, кто презрительно безразличен, на того ты обращаешь внимание, хотя ты и не ответственен в том, что он не очистился. Но тем, кто спешит к тебе, и кто боится Господа, тем ты пренебрегаешь. Нет, истинно это есть напоминание, посему всякий, кто хочет, пусть внимает ему. На чтимых листах, возвышенных, очищенных, руками песцов почтенных, благих. 16 аятов послал Джибриль в сердце благородного пророка, алейиссаляту ассалям, по поводу Абдуллы ибн Уммактума, которые читаются с того дня и до нашего времени. Они будут читаться до тех пор, пока Аллах не решит исход земли со всем, что есть на ней. С того дня посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, часто навещал Абдуллу ибн Уммактума, на любых собраниях старался сесть рядом с ним, интересовался делами Абдуллы и помогал ему в нуждах. Разве это не удивительно? Не из-за Абдуллы ли пророк, алейиссаляту ассалям, получил резкое и суровое порицание с высот седьмого неба? Когда курайшиты усилили гонение и преследование посланника и его единомышленников, Аллах позволил мусульманам переселиться. Быстрее всех собрался покинуть родину, спасая свою религию, Абдулла ибн Уммактум. Он и Мусааб ибн Уммайр первыми из подвижников посланника Аллаха прибыли в Медину. Как только Абдулла ибн Уммактум достиг Ясриба, то сразу же вместе с Мусаабом ибн Умайром начал активно встречаться с людьми, читать им Коран и разъяснять суть религии Аллаха. Когда в Медину прибыл посланник Аллаха алейиссаляту ассалям, то сделал Абдулла ибн Уммактума и Беляла ибн Арабаха муадзинами среди мусульман, которые пять раз в течение каждого дня громогласно обращались к правоверным со словами Единобожия, созывая их для совершения доброго дела и достижения блаженства. Белял обращался с первым призывом, а ибн Уммактум со вторым уже непосредственно перед намазом. Возможно, что первый призыв делал ибн Уммактум, а второй Белял. В месяц Рамазан у Беляла и ибн Уммактума была ещё одна обязанность. По призыву одного мусульмане принимали пищу последний раз перед рассветом, а по призыву другого начинали дневной пост. Белял делал призыв ночью и будил людей, а ибн Уммактум наблюдал наступление зари и никогда не ошибался. Пророк, саллиллаху алейху ассалям, настолько высоко ценил ибн Уммактумы, что оставлял его вести дела в Медине, когда уезжал из неё. Так случалось раз десять, в том числе и тогда, когда посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, отправился покорять Мекку. После битвы при Бадре Аллах ниспослал пророку ряд аятов Корана, в которых он превозносил борцов за веру, предпочитая их тем, кто сидит сложа руки, чтобы вдохновить мусульман к джихаду и расшевелить пассивных. Эти аяты произвели глубочайшее впечатление на ибн Уммактума, и он глубоко переживал то, что не мог посвятить себя этому праведному делу. Как-то он сказал пророку алейху ассаляму ассаляму, «Если бы я был в состоянии вести священную войну, то стал бы муджаидом». Затем он смиренно взмолился, чтобы Аллах ниспослал аят специально для него, и ему подобных, которые в силу своих физических недостатков не могут участвовать в джихаде. Его голос был преисполнен искренностью зовы. «О Аллах! Ниспошли мне оправдания! О Аллах! Ниспошли мне оправдания!» В самом скором времени всемогущий Аллах внял его мольбе. Зайд ибн-саббит, который записывал божественные откровения к ниспосланной посланнику Аллаху алейху ассаляму с его слов, рассказывал. «Я был рядом с посланником Аллаха алейху ассаляму, когда его внезапно охватило сомнобулическое состояние. Его нога упала на мою, и я почувствовал, что никогда ранее не испытывал такой тяжести. Пророку снижало откровение, и он произнес, «Пиши, о Зайд!» Я написал следующие его слова. «Верующие, которые не двигаются с места, и те, которые сражаются во имя Аллаха, не равны друг другу». Ибн-ум-мактум вскочил со своего места и воскликнул, «О посланник Аллаха! А как же с теми, кто не способен вести священную войну?» Не успел он закончить, как посланник Аллаха алейху ассаляму вновь впал в подобное состояние, и его нога упала на мою ногу. При этом она была такой же непомерно тяжёлой, как и в первый раз. Пророк алейху ассаляму провозгласил, «Читай же, что ты записал, о Зайд!» Я прочитал. «Верующие, которые не двигаются с места, и те, которые сражаются во имя Аллаха, не равны друг другу, пиши, — повелел пророк алейху ассаляму, — кроме у вечных. Так было неспослано исключение, которого желал Ибн-ум-мактум». Несмотря на то, что Аллах освободил Ибн-ум-мактума и подобных ему от долга вести джихад, его душа не могла смириться с сидением на месте. Ибн-ум-мактум твёрдо решил принять участие в джихаде во имя Аллаха. Известно же, что великим людям нужны великие дела, и они не могут довольствоваться малым. С этого дня Ибн-ум-мактум всячески старался не пропустить ни одного очередного похода, найдя себе дело на поле боя. Он предложил поместить его среди воинов и сделать знаменосцем, чтобы он нёс боевое знамя и хранил его. «Я слеп, и бежать мне некуда», — сказал он. В 14-м году по хиджри Омар ибн-аль-хеттаб решил дать персам генеральное сражение, чтобы сокрушить их государство и окончательно подорвать их власть и могущество, а затем открыть путь мусульманским армиям в другие страны. Он писал своим наместникам, «Без малейшего промедления отправляйте ко мне абсолютно всех всадников, имеющих оружие, а также других разумных людей и вообще всех, способных оказать посильную помощь». Вняв призыву Аль-Фарука, огромные массы мусульман начали стекаться в Медину. Среди них находился слепой муджахид Абдулла ибн-ум-мактум. Командовать этой огромной армией Аль-Фарук назначил Саада ибн Абу-Акасе. Он лично дал ему свои наставления и проводил в путь. Когда мусульманская армия подошла к Одессии, среди бойцов в кольчуге и полном боевом снаряжении встал Абдулла ибн-ум-мактум. Он решил нести знамя мусульман и до своей смерти хранить его. В жестоком и страшном трёхдневном сражении столкнулись две армии. История мусульманских завоеваний доселе не знала таких масштабов боевых действий. На третий день мусульмане начали одерживать блестящую победу. Рухнуло одно из величайших государств в мире. Был ликвидирован один из самых деспотичных царских режимов. Знамя Единобожие было водружено на земле язычников. За эту блестящую победу мусульмане заплатили жизнями сотен бойцов во имя Аллаха. Среди павших мучеников за истинную веру был и Абдулла ибн-ум-мактум. Его бездыханное окровавленное тело было найдено на поле боя. В руках он сжимал боевое знамя мусульман. Примечание. Имеются разные версии по поводу имени ибн-ум-мактума. Мединцы называют его Абдуллой, а иракцы — Умаром. Имя его отца, Кайса ибн-Зайда, называется всеми без изменений.